Еще вчера утром такие падения в городе были нередкостью. Конечно, коммунальные службы делали все возможное, чтобы перемещение брещан было более удобным и безопасным. Однако ледяной покров и лужи на нем все-таки делали свое дело. В целом, зимний травматизм явление нередкое, но не такое массовое, уверяют медики. Обычный сценарий схож с легендой, которую рассказывал в знаменитом советском фильме «Бриллиантовая рука» герой Юрия Никулина. Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Чаще всего это, конечно, повреждения нижних конечностей. Самое легкое – это перелом лодыжек и вывихи в верхних конечностях. Когда люди падают на выпрямленные руки, получают вывихи предплечье, локоть, плечо, ну и переломы лучевой кости в типичном месте. Если вы упали и ушибленное место не дает покоя, значит не стоит откладывать с походом к врачу. На первый взгляд, обычная травма может нести за собой серьезные последствия, особенно если дело касается ребенка. Здесь список зимних неприятностей может пополниться и другими осложнениями. Это могут быть также холодовая травма, обморожение, вот это могут быть какие-то варианты травмы в зимних ДТП. Условия для движения транспорта более сложные, поэтому надо помнить о том, чтобы ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве. Ребенок на улице, значит бдительный взрослый должен за ним постоянно наблюдать. Конечно, многое уже сделано в профилактике детского травматизма, однако всегда важно быть на чеку. Конечно, у ребенка, который выходит на улицу, должна быть в первую очередь хорошо организованная правильная обувь с хорошей рифленой, нескользящей подошвой, хорошо фиксирующая стопу, голеностопный сустав. Это должна быть теплая, свободная одежда, шапка. Конечно, надо всегда родителям следить, где их ребенок, чтобы не было момента недосмотра со стороны взрослых, когда ребенок идет на горку, на речку, может залезть на скользкое дерево. На ближайшие дни синоптики передают довольно теплую для зимы погоду. Однако ночные заморозки все-таки будут время от времени чередоваться с дневным плюсом. Именно поэтому врачи рекомендуют брещанам быть бдительными и осторожными, а в случае необходимости не затягивать с медицинской помощью.